Добрый вечер! Сегодня у нас занятие с Равином и Сэрэлем Эзеншарфом из Риги по недельному разделу ЦАФ. Привет, Исраэль! Так, добрый вечер! Ну, вот снова у нас глава как-то по-особому называется, потому что снова это связано с речью. В прошлый раз у нас было что? У нас было позвал, обратил внимание, а сейчас уже еще более жестко. ЦАФ, прикажи. ЦАФ – это прикажи. Отсюда, кстати, слово МИЦВА. МИЦВА – это правильное с религиозной точки зрения дело. Оно может быть правильным с точки зрения узкорелигиозной, ну, там, ритуал, в области ритуала и так далее. Оно может быть правильным с точки зрения общерелигиозной, ну, этически правильным. Любое доброе дело правильное, ну, с точки зрения религии в результате. Понятно. Вот. И в этом смысле МИЦВА может пониматься в узком смысле, как специфически религиозное требование в области ритуала, а может пониматься расширительно, как любое хорошее дело. Ну, в результате правильное. Ну, получается, что то, что дальше же речь про жертвоприношений и разные ритуалы, протоколы расписаны. Да. И вот этот приказ, самый жесткий вид обращения, он именно с жертвами связан. Да, там красная, это рыжая корова и так далее. Значит, дело вот в чем, что чем более формализовано действие, тем точнее, но скрупулезнее должны выполняться мельчайшие требования, законы, правила, детали и так далее. Потому что, если речь идет о правильном, добром действии, его можно так, всяк, выполнить и прочее. А если мы уже приступаем к специфически религиозным вещам, то там надо сделать не так, как нам видится, хочется, можется и так далее. А так, как того требует Бог. Что странно, что содержание раздела наполовину повторяет предыдущий раздел. Да, он более жестко. Однако там обращалось внимание, а здесь, как ты говоришь, не виск. Потому что там хоть как-то можно объяснить. А здесь, как ты объяснишь требования с рыжей коровой? Вот тот, кто очищает, пачкается, а тот, кого очищают, очищается. С точки зрения человеческой логики, это абсолютный нонсенс. Вот. Но тем не менее. И поэтому здесь излагаются законы, которые относятся к категории хок. Хок – это закон, буквально вырезанное, выцарапанное, высеченное на камне. Вот это хок. Я не слышу тебя. Раньше законы высекались на камне, правильно? Да, да. Ну и, скажем, там, или близко к этому закон 12 бронзовых таблиц времени. Отсюда, кстати, слово «царапать» и «чертить» – это, ну, отсюда же. Сочи. Тогда кто такой черт? Нет, здесь я боюсь впасть в народную этимологию. Может от слова «чур» предок, может от слова «черный», может от слова «царапающий». Я не знаю. Это лучше, ну, у специалистов по этимологии выяснить. Теперь, законы категории хок – это те законы, про которые мы можем сказать, ну, так, не кривяя душой, что мы отдаем себе отчет, что мы их не понимаем. То есть, есть законы, про которые мы думаем, что мы их понимаем. Есть законы, про которые мы думаем, что мы их понимаем частично. Вот. И есть законы, где мы отдаем себе отчет, что мы их не понимаем. Ну, как факт, если мы думаем, что понимаем, это не значит, что понимаем, да? А здесь уже и не думаем, просто не понимаем и все. Ну, то есть, царь Шламо сказал, что он не понимает этот закон. Можно к нему как угодно относиться, но то, что он был умный и не знающий, это тут не поспорит. Вот. Если он сказал, что он не понимает, то что нам напрягаться? Ну, понятно, что попытки объяснить существуют. Там, вот, евреи сделали золотого быка, поэтому потом возникла необходимость в сознании евреев преодолеть это препятствие вот таким вот символическим образом. Ну, если кого устраивает это объяснение на здоровье, мне оно представляется натянутым. А возможно, что, значит, поскольку повторяется материал, то вначале именно больше про понимание было, а потом было закреплено ритуально, как строго, неправо, неправо, неправо. Да, да. Потому что это интересный прецедент тогда, что ритуал сначала нужно объяснить. А какие-то элементы просто потребовать. Если ты, ну, Аллах Бэйт признаешь, то будь добр, признавай Гиммелдау. То есть, чтобы не было такого, а вот здесь я понимаю, поэтому я соблюдаю, а вот здесь я не понимаю, поэтому я не соблюдаю. Если мы можем проверить, ну, подлинность утверждений каким-либо образом, ну, или в качестве, там, свидетелей, или в качестве наследников этих свидетелей и так далее, то тогда мы принимаем систему. Если же мы не, ну, одну часть системы принимаем, а другую нет, то мы пользуемся двойными стандартами. Вот здесь мне нравится, я выполняю, здесь мне не нравится, я не выполняю. Ну, получится безобразие. Хорошо. Поскольку мы тут все учимся, все, кто собрались, да, когда следует начинать все-таки со смысла ритуала, да, и вот изучение, объяснение, а когда вот просто строго делать и потом уже догонять? А я думаю, что ритуал будет в последнюю очередь. Ритуал – это формализация. Формализация возможна только при полной внутренней готовности. Иначе формализация без внутренней готовности превращается в свою противоположность, превращается просто в, ну, такой еврейский шаманизм. И это то, что возмущает Бога, и Бог про это сказал через своих пророков. Вот. Поэтому начинать нужно с этики, в первую очередь, потом уже история, я имею в виду история человечества, история народа и история раскрытия, самораскрытия шхены, божественного присутствия. История, ну, процесс того, как Бог себя объясняет своим творением. Это тоже история, потому что он сначала через одного человека, потом через семью, потом через народ. И, между прочим, первые, ну, первые способы, вот, они были не особенно удачные, то есть, можно сказать, вообще неудачные. Через отдельных там, я не знаю, там, мучеников, пророков, героев, патриархов. А вот нет. И только когда уже Бог вышел на уровень раскрытия в народе, вот только тогда Тара стала передаваться стабильно. А до этого, ну, более-менее, конечно, вот, а до этого вообще, что мы видим, да, там, до потопа, вообще все, отдельные люди приличные, погоду они не сделали, поэтому погода сильно испортилась. А вот, потом Ноах, и опять в Палеве видала поклонство поганное всякое. Вот, потом, ну, и что, и у Авраама был брак в работе с Ишмайлем, родоначальником арабов, ну, и шесть народов. Вот так, и не знаю, кто они сейчас. Более-менее так, догадываемся. У Ицхака тоже брак в работе Исафа. И только у Якова вся его семья евреи. Ну, и что? И мы видим почти поголовное язычество в Египте. Ну, так что, а вот когда уже народ принял Тору, то, ну, там, больше, меньше, лучше, хуже, там, выраженнее или не очень, но с тех пор уже опасности, утраты Торы нет. Да, то есть история самораскрытия Шхины, история того, как, процесс того, как Бог себя объясняет своим творением, он и поучительный, и, на мой взгляд, интересный. Вот, а уже потом, когда сформировалось отношение к Богу, к себе, к отношению, там, с обществом, как, чего, уже тогда, о, а как это сделать? А как добиться такого результата или такого, чтобы вот с точки зрения Бога все было правильно? Ну, и тут Бог говорит, о, вот вам жертвоприношение. Нате вам, ну, тем, кому он дал, было правильно. Хорошо. Вот, вот так. А можно сказать, что если с ритуалом или митвой нету радости пробуксовывать, нам же нельзя вариант, когда нету радости? А может быть, как раз дело в том, что смысла мало, не было обдуманно, понято? Ты знаешь, там есть интересный намек на эти вещи, на то, что ты сказал. То, что ты сказал, мне представляется интересным. И есть намек на эти вещи. Там сказано так, что всесожжение, конечно, надо приносить днем. Но в главе прямо сказано, что жир и конечности могут гореть всю, привет, Денис, могут гореть всю ночь. То есть, о чем идет речь? Речь идет о духовных соответствиях и несоответствиях, аналогиях всяких. То есть, есть люди. Ну, что такое день? День – это время активного действия, как правило. Ну, мы, в общем, дневные существа, неначные. И значит, что? Значит, то действие, которое мы предпринимаем, мы его видим, оцениваем, активно этим занимаемся. Это те люди, которые делают и получают удовольствие от сделанных. Да? То есть, и хорошо. Им не надо совершать некое усилие или насилие над собой, чтобы выпадать с вуном. Приблизиться к Богу таким вот образом через символическое действие. Вот, а они и так живут в этом процессе, в радости, даже если он не занимается непосредственно ритуалом, то, что бы он ни делал, он делает с оглядкой на Бога. Кстати, вот эту позицию хорошо озвучил Любавический Рэббер. Очень полный. На мой взгляд, лучше не бывает. И вот это вот люди дня, как он говорит. А есть люди ночи. И можно совершать всесожжение ночью. И будет гореть жиры, конечности и так далее. Это те люди, которые не испытывают особой радости по поводу. Им надо какое-то усилие совершить над собой. И все, там, напрячься. Их действие тоже имеет смысл, но выглядит иначе. Потому что ночь – это время, ну, менее активного действия, как правило. Ну, я имею в виду нормальных, хороших, добрых людей. Вот так. Так что, то, что ты сказал, да, таким вот образом подтверждается. Тогда я прошу прощения, просто хочется чуть-чуть докушать это, переварить. Кошерно ли будет подведение по такому алгоритму, что, предположим, ритуал или митцва не проходит, пробуксовывает, не вызывает радости. Значит, временно ставлю паузу, иду, изучаю, общаюсь, обсуждаю. Врубился, тогда снова восстанавливаю исполнение. Если есть такая возможность, ну, с точки зрения закона, ну, прекрасно. Ну, например, там, время накладывания отфелин не позже 9 утра. Так? Ну, с 6 до 9, примерно. А потом? Потом это засчитывается, как изучение Торы. Ну, понятно тебе, еврейские казуисты скажут, то изучение Торы равно всем остальным заповедям вместе взятым. Замечательно. Но заповедь отфелин не будет выполнена. Ну, я говорю, вот, если там еврей живет в Израиле, там, вообще, обязательно от начала до конца. Вне Израиля это постановление мудрецов. Чтобы не забыть, когда вернешься. Вот. Ну, постановление мудрецов, конечно, очень важно, но... Но есть разница между постановлениями Бога и мудрецов. Так вот, я к чему это говорю? Что если можно выполнить митцву полноценно или равноценно, ну, просто в другое время, не в 6, так в 7. Ну, не в 7, так в полдевят. Нет проблем. Тогда лучше настроиться и выполнить ее в радости. Если же времени нет, то сказать Богу, извини, что-то у меня радоваться не получается, но сделать надо. Я делаю. Потом порадуй меня, пожалуйста. А я тебя попытаюсь порадовать. Ну, вот лучше так. Потому что, что надо, то надо. Иначе у нас получится... Ну, что-то у меня не настроение. Значит, не выполняю. Так дело не пойдет. Можно вопрос? Да, нужно. То есть, из этого можно научить, что в любом случае лучше делать, чем не делать. Чем спрашивать себя, сделал ли ты правильно, сделал ли ты с таким условием, если у тебя достаточно кованы и так далее, и так далее. То есть, в любом случае лучше сделать. Помнишь, да, диалог Сократа с учеником по поводу клуба? Значит, Сократ женился на Ксантипе. Он был уже взрослый мужик, там чуть ли не под 40, за 40. Вот вытащил ее из-за прилавка 14-летнюю девушку и сказал, все, будешь моей женой. По-сократовски. Да. Работать он не работал. Вот. А детей, наоборот, рожал. И сдавал их в детский дом. Ну, так. На обеспечение города Афим. Жене это почему-то не нравилось. И она там ворчала, критиковала, скандалила, истерила. Ну, в общем, в результате она стала именем нарицательным сварливой жены. Это преамбула нужна. Вступление такое. Когда его ученик, ну, который был свидетелем всех этих сцен, ну, может, не всех, но некоторых достаточно, спросил, слушай, вот я хотел бы жениться. Что ты, учитель, мне посоветуешь? Мне жениться или не жениться? Он говорит, знаешь, тот, кто женится, жалеет об этом. Тот, кто не женится, тоже жалеет о том, что не женился. Так лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Понял? Спасибо. Хороший ответ. Хорошо, тогда, может быть, код перейдем. Давай. Огонь горит на жертвеннике круглосуточно. Вечный огонь. Да. Причем, вот ты уже сказал, что начинается днем всесожжение, но потом его нужно, чтобы оно прямо всю ночь прогорело. Да, всесожжение будет гореть всю ночь. Можно принести его и ночью. Или принести вечером, а оно будет гореть ночью. Пока все не сгорит. А что значит все сгорит? Кости тоже? Ну, там зола, пепел какой-то остается, он накапливался, его сгребали рядом с жертвенником, а потом убирали. Специально там были для этого инструменты и так далее. Фокус другой, что он горел на металлической пластине, на медной пластине. И эта пластина, вот представляешь, там все время горит, 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 а она не плавится. Как это, я не знаю. Потом, при любом, даже самым сильном и порывистом ветре, дым подымался строго вертикально. До меня это тоже не доходит. Как это бывает. И, кроме того, там мухи не летали. То есть, никаких специальных инсектицидов евреи не применяли. Но мухи там не летали. Все-таки обилие гнуса – это признак нечистого места, да? Да, но другое дело, понимаешь, можно там, я не знаю, можно там убедить людей в чем угодно. Но муху убедить, извини, без опрыскивания не получится. А тут никакого опрыскивания не было, а мухи туда не прилетали. Вот как это, я не знаю. Просто есть такой детский вопрос – кусают ли комары святого человека? Комары. Комарихи кусают. Комары не кусают. Слушай, про мух у меня прям был случай. Ответил я на детский вопрос? Ты ответил. И у меня как раз был случай, где я тебя вспоминал. Что значит, я иду, специально вышел погулять, помолиться. Гуляя по своему любимому, дорогому лесобору. И привязалась в ухо. И невозможно с Богом говорить. И жужжит, и жужжит. И в лицо, ладно, болитало, в лицо лезет, зараза. Я вспомнил, как ты пришел к стене. Ну, и как-то похожий вопрос задал. Ну да. И муха отвязалась. Все. Слушай, саранча и то знает, где можно, где нельзя. Как она знает? Никак не знает. Вот я искаю, вот сюда не ползи, все не ползи. Так что... Здесь, понимаешь, вся история с этими жертвоприношениями – это наглядное пособие того, как не мы устанавливаем правила для Бога из лучших побуждений, а как мы трепетно следуем тому, что устанавливает Он. И не лезем куда не надо. Ну, если не лезем, конечно. Был один очень приличный человек. Вот, редко я жалею о таких деятелях, исторических и всяких. Но тут мне жалко, вот просто лично. Вот просто лично. Был такой царь Узияву. Такой молодец. Ну, как тебе сказать, добрый человек, патриот, за справедливость. Понимаешь, ну, вот работящий, ответственный, от себя требовал. Он не дворцы строил, не гаремы увеличивал. Ну, сколько надо было, столько надо было, все еще. Не там роскошь всякий, там, выпендрешь, как это. Нет. Дороги строил, крепости, гарнизоны укреплял. При нем Тору учили, нормально, как положено. Ну, то есть, все хорошо, нормально, люди, как люди, все, все хорошо. Какая холера его дернула. Захотелось, вот все у него было успешно. Такой молодец. Не хватило ему этого счастья. Захотел участвовать в храмовом ритуале. Какой он? А он потомок царя Давида. То есть, он из рода Иуда. Из рода Иуда будет царем, точка. Ты царь, будет царем. Нет, ему захотелось еще и в храмовом ритуале поучаствовать. Я не знаю, что ему, как эта мысль музыка. И он потребовал там еще, что-то там начал выступать. Тут же хлоп проказа. И его удаляют за стены Иерусалима. И каждое утро жители, а его уважали, там, любили всех. Вот, жители просыпались от его криков, потому что, когда он вставал, я прошу прощения за натурализм, присохшие с труппи, с мясом, вот, отрывались. К нему там приходили за советом, за тем, за тем. Ну, вот такая история. Я к чему это говорю? Что храмовый ритуал не садский-пецкий. Вот как Бог сказал, так пусть будет. Или не трогай. А лезть в эти дела с, ну, с всякими импровизациями, больше сохранить. Вот так. Хорошо. Дальше очень интересно сказано, что вот этот пепел, после суточного почти горения, выносится в чистое место. Снаружи. Ну, да-да. За лагерь его уносили. То есть пепел тоже считается чистым, да? Да-да. Вообще все, что коснулось огня, пепла, жертвы и так далее, освещается, становится посвященным Богу. Значит, чистое животное, причем оно там идеальное, совершенно самое лучшее. Потом из него вытаскивается все самое чистое, внутреннее чистое удаляется. За лагерь его абсолютно безболезненно шхитуется. Потому что малейшая неточность делает его некошерным. Ну, мера ответственности очень большая. То есть человек понимал, что если что не так, то ему мало не покажется. И поэтому шхита была идеальной. Животное не испытывало ни страха, ни боль. Потом все это в соответствии со всеми там и всяческими требованиями, правилами и прочим. Вот под надзором всех, кто самый большой специалист в таких вопросах. Все происходило. Вот и все. Да, то есть все всерьез. Хорошо. Значит, чистое животное, самое лучшее. Кошерный забой. Жертвенник. Сжигается, сутки горит. Вот этот пепел, он какой статус имеет? Он чистый или он святой? Он чистый. Хорошо. Чистый пепел выносится в чистое место. Чистое место это в смысле там без трупов, без какой-то грязи? Да, да, да. Ну, очевидно, в это место каждый день тогда выносили. Ну, да, да. Там было специальное место. Всесожжение же каждый день делалось, да? Да, да, конечно. Значит, каждый день выносился, то есть это уже было специальное место, очевидно, не стало. То есть получается, что такой был какой-то такой огородик, который был известен, что вот сюда приносится пепел каждый день с храма. Да. Очень интересно. А известно это место в Иерусалиме? Ой, я не знаю. Честно сказать, вот с этими делами я небольшой профессор. Потому что как-то вот геном известен, а чистое место нет. хорошо. А значит, при этом упоминается, что есть особая нижняя одежда Коэна. Ну, да. Это штаны такие были? Да, да, штаны, да. Льняные штаны. А как бы в обычной жизни штаны не носились, не носились? Нет, в обычной нет. Ну, смотри, их носили левиты и Коэны. Но форма была для Ближнего Востока не характерной. Потому что на Ближнем Востоке одежда была свободной. Конечно, лучше мыть, чем проветривать. но одно другому не мешает. Лучше и мыть, и проветривать. А Ближний Восток не знал такого. Кто знал штаны как вид одежды? скифы, например. Скифы знают. Славяне знают. Германцы знали. Отсюда, кстати, слово брюки. Брокен. Римляне не знали. Для них это было варварская одежда. А распространилась она уже, когда там германские племена заполонили Италию. Ну, при этом басы они были, правильно? Они вообще-то в храме, на территории храма они ходили босиком. Значит, босиком, но при этом все, что выше щиколотки было закрыто. То есть это получается, знаешь, это очень похоже, как ну вот есть люди, которые ходят в костюме всегда. И может быть жарко. И может быть не очень удобно. Но там положение обязывает ходить в костюме. но в лесу больше. И то есть тут получается, что несмотря на жару, несмотря на погодные условия, полный мундир, кроме ног. Ну да, оставались открытыми только лицо, руки и ладони, часть предплечья и стопы. Смотри, какой здесь есть момент для нас для европейцев на фоне христианства, где считается нечистым секс и все, что связано. Тут мы видим, что для приличия как бы кой должен быть выше всяк. Высшая степень приличия должна быть по нему в одежде. а в чем неприличие? А неприличие в том, чтобы открывать ноги выше трех ладоней от подколенной складки должны быть закрыты. Ниже подколенной складки. Ладонь самого человека имеется в виду. Ну, скажем, сидит человек и приложил ладонь к подколенной складке. И еще два раза. Вот это будет та длина, которая предполагается требованиями скромности в одежде. Это что касается ног. Что касается рук, не все так однозначно. Потому что одни считают, что от локтевой складки на три ладони ниже. А другие считают от подмышечной впадины на три ладони и ниже. То есть для одних кошерны футболки, а для других нет. Ну, например, вот скажем, моя бабушка, например, говорила, что она никогда в жизни не видела локти своего отца. Но он был религиозным судьей. Она дома не видела. Вот так. то есть он, например, считал, что от локтевой складки на три ладони ниже. Вот так. Хорошо. То есть сегодня по отношению к нам простым людям три ладони ниже коленной складки. Это ортодоксальная одежда или ультра ортодоксальная? Это ортодоксальная. Ультра ортодоксальная это до щиколоток и в носочках. То есть если шорты... И еще туфлики закрытые. Так что ну закрытые я имею ввиду, что там все закрыто. Ну туфли. Не сандали. То есть если шорты ниже колена, по-хорошему три ладони ниже колена. Ну так это уже не шорты. Это называется бриджи или что. Не знаю. Ну такие короткие брюки. Ну да. И все. То есть для ортодоксального еврея можно там естественно в сандалиях и естественно без наскок. Иначе это все выглядит дико. Особенно в Израиле и крайне не гигиенично. А для ультра то есть для харидин там и носочки и туфли. Все в порядке. То есть можно прийти в синагогу в коротких брюках но и в сандалиях. И это будет кошек. Смотря в какую. В ортодоксальную синагогу можно. В харидинную синагогу ультра ортодоксальную ну вот можно зайдя сказать шалом. Они рот лейт полей кан. вы ва каша а и вша а мутарли они услышат такой иврит и позволят быть ну вот и в сандалиях это недолго потом наставит на путь истины мало не покажет хорошо значит хлеб символически берется горсть или берется ломать который сжигается тоже вот повторяется мы кажется разбирали прошлый раз что почему-то именно хлеб назван великой святыней это это как бы чтобы не было презрения к такому недорогому жертвоприношению приношению я не знаю понимаешь я чего опасаюсь что любой ответ который я дам он ну без гарантии верный понимаешь потому что что бог вкладывал в понимание великой святыни как современники это понимали допустим они понимали так каким бог сказал что мы из этого поймем это второй вопрос и поэтому я опасаюсь дать категоричный ответ да я так я только могу сказать я так думаю а в действительности я бы здесь не был категоричен хорошо а что значит тоже это сказано про хлебные приношения все прикасающиеся к ним осветиться что значит все и в каком смысле осветиться ну станет посвященным богу и запрещенным для бытового использования ну то есть там все совочки все кочережки все подносики все там все 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 принадлежности которые там они не могут быть использованы для бытовых нужд когда-либо кем-либо точка все они то есть принесли хлеб например коин накрыл каким-то полотенцем его это полотенце с этого момента только для ритуальной цели да более того если любой еврей например да когда был храм надеюсь будет подумал но подумал до конца мысли например посмотрел на какой-нибудь бокал красивый дорогой личный с историей и для себя решил такая вещь хорошая что он будет стоять у меня на столе отнесу-ка я его в храм и пусть он там используется для для храмовых нужд вот как бог этого хочет чтобы было красиво он с этого момента не имеет права пользоваться этим бокалом представляешь да то есть если он эту мысль подумал и вот для себя решил отнесу отдам это уже не мое как только он для себя так подумал все получается что золотая мизуза Рабиновича она все-таки ну для него он по-другому не мог поступить да но она же странно выглядит правильно понимаешь меня как она выглядит волнует несколько меньше меня волнует вопрос на который у меня ответа нет я на самом деле это не фигура речи не жест вежливости я не уверен что все золото которое пошло на Минару и оплата за ее изготовление из этически чистых источников я не хочу его в этом не обвинить не оправдать у меня просто нет на этот счет мнения ну так она и не в храме стоит по-любому если мы что-то делаем для Бога оно должно быть из чистого источника поэтому плату за блудницы и плату за собаку в храм приносить нельзя в качестве там жертвоприношения какого-либо так что я не уверен что столько золота и все и все чисто может быть да и это мера моего несовершенства патологическая подозрительность может быть но ну минимум как туристический объект она очень хорошо работает просто было интересно но я я же спросил именно для для него вот ему пришла в голову такая мысль и он лично для себя теперь обязан смотри вот здесь вот здесь тонкость пришла в голову замечательно во первых храма нет и если эта мысль пришла в голову как пришла так ушла храма нет так незачем и напрягаться на этот счет потому что ну избыточное благочестие это тоже нехорошо но знаешь на что похоже что Бога принуждают наконец построить храм говорит слушай ну я золото не пожалел все что у меня было ну что ж ты ждешь ну ты видишь совесть надо иметь может быть не Бога а Бога Бога Израильтян Израильтян я бери повыше значит и вот человек опа и решил а я вот там золотой ну и там какую-нибудь там чашку золотую стаканчик блюдечко не важно принесу но не надо рыпаться попыреть батьки у пекла на трево вот быть большим католиком чем папа римский не стоит вообще не стоит быть католиком на мой взгляд но уж тем более не стоит быть большим католиком чем папа римский если же кого-то занесло вот ну вот так поэтому лучше не надо вот лучше а лучше как надо в общем скептически ты прокомментировал я понял нет смотри человек хочет помочь замечательно есть масса народу который нуждается кто-то в лекарствах кто-то в оплате за квартиру кто-то в оплате за тепло например тоже кому-то холодно человек сидит мертвый и что его согреет от того что в там в числе туристических достопримечательностей стоит золотая минара нет не согреет если храма нет то не за чем вот так пусть одному будет тепло другому будет еще кушать у кого-то лекарства у кого-то деньги на курсы чтобы он мог подняться из того положения в котором он находится вот кому-то я не знаю какие-то расходы кому-то помочь это же такое дело просто он все это делает мой друг рассказывает как он как он просто у себя в ресторане берет незнакомых людей обслуживает и как бы не делает замечательно я же ничего не говорю что что если он сделал это то все остальное ничего не стоит нет просто можно взять минору например да там разные варианты и ее покрыть этим ну знаешь такие тоненькие пластиночки позолотые такой и дальше лак и так позолоченная она не золотая она позолоченная выглядит точно так это несерьезно это понтов нету это же в этом же понтов нету так слушай понимаешь когда понты за счет благополучия тех кто может быть ну облагодетельством в хорошем смысле этого слова с помощью ствола может быть он раздает 20 процентов откуда ты знаешь больше же не запрещено может быть просто мне само вот это сам этот момент я не говорю что он плохой человек может он хороший человек я не знаю может я даже хочу верить что он хороший человек если ты мне сказал я верю но сам этот момент мне не нравится потому что он на понтах вид тот же строгать ее все равно нельзя что она золотая что позолоченная так что само сознание что она цельно золотая меня подогреет настолько что мне будет аж плевать что там кто-то сидит в холоде кто-то в голоде кто-то без без медикаментов ну нет потому что если поставить себя на место человека который вот услышал про это золотая именно допустим даже добрый человек не склонный к подозрениям и так далее подумает а можно было то, то, то и то а чем хуже если бы она была позолоченная трогать все равно нельзя вот ну вот просто представь что душа поднимается к Богу и он говорит слушай а позолоченная осуществляет на том она это уже не идет она у тебя уже плохо ну я представляю его как старого еврейского дедушку допустим да предполучит ну на скидку а что это уже плохо а если она она золотая то это уже хорошо ну что можешь было иначе смотри сколько там можно было хорошего делать и душа думает ну может она думает приличнее чем я сейчас подумал вот ну действительно жаль а она уже стоит здесь что-то снизируешь не поэтому понты не аргумент скорее контраргумент на мой взгляд хорошо вот здесь столько описано всего что приносится и есть такое есть такое впечатление что в итоге священники коины они больше отдают чем простой человек ну конечно они потому что простой человек из этого сделаны этим живут ну то есть простая поясня простой человек он приносит начатки десятин там всесожжения какие-то загреты они во-первых им приносят они постоянно сжигают каждый день потом там в каких-то ритуалах просто все сжигается да потом за себя потом из того что человек принес то есть там более высокие уровни вот этого самоотдачи конечно и из них спрашивается строже что тоже логично поэтому у кого он украдет у бога он украдет у себя украдет получается вот эта формула 20% для коинов не работает для коинов не работает они то что они получают в личное пользование это не значит что у них нет собственно собственности материальной есть у них может быть доход почему у них может быть доход но со своего дохода они там от десятой до пятой части отдают так же как все остальные и как правило они отдают больше они ближе к максимуму отдают слушай они хорошо понимают что он ну с точки зрения души сохранит больше если больше отдаст ну то есть для нормального коина для него не стоит вопрос там приближения к богу да и всего остального там как бы другие отношения с миром ну конечно в общем поэтому обычно это такие очень нестандартные люди у которых как-то все не так как происходит как у нас ну да между прочим про коинов известно что они отличались суровостью нрава про них это известно что ну сердитый как коин еще к своей а вот но просто они требовательны во всех вопросах не только в строго религиозном хорошо может быть не знаю ответишь что или нет я прошу прощения заранее тут вот значит в конце шестой тут есть одно предложение говорится что жертву за грех должен есть коин а последнее предложение говорит что жертву за грех не должен есть и как будто бы это разные жертвы но обе написано за грех за грех народа нет конечно не должен за грех всего народа сжигал а за грех отдельного человека да а когда за себя приносил за свой грех насколько я знаю сжигал полностью то есть коин его семья кушают то что приносит народ за свои личные индивидуальные грехи да ну не только за грехи иногда за благодарственные жертвоприношения были с благодарственными там еще сложнее потому что как оказалось вот из текста я впервые понял что вот эти так называемые мирные жертвы они там есть благодарственные мирные и еще нескольких категорий вот я сейчас понимаешь это ну на мой взгляд настолько не актуально для обыденной практики нашей слушай для меня актуально потому что ну я же я же смотрю намерения с которыми я живу и намерения с которыми я пытаюсь Богу приятно делать да есть благодарность есть чувство долга есть то что мне кто-то говорит делать есть когда я понимаю что я не прав и мне нужно компенсировать но сегодня этот способ компенсации не не просто не актуален а запрещен ну я же не приношу у меня ни козлят ни баранов я же говорю там про время про деньги про ресурсы это ну некие время да тут я с тобой согласен здесь здесь принимают путь просто получается например вот для меня большой вопрос был лимуде казалось бы там почти ничего духовного не происходит но лимуд это в чистом виде мирная жертва потому что время деньги но при этом все радуются веселятся общаются учатся и еще чуть-чуть торопят смотри на этическом уровне оно да имеет смысл и в этом и поэтому да стоит это дело там изучать интересоваться и так далее но здесь очень трудно удержать грань между желанием сделать лучше и сделать хорошо вот сделать хорошо в наших условиях это то о чем ты сейчас говоришь там вспоминая лимуд или там еще какие-то вопросы и тут я с тобой согласен полностью а вот желание сделать лучше оно оно присутствует и может найти выход в через квази ритуальную практику и вот это очень плохо это очень опасно вот вот здесь я вижу проблему хороший термин квази ритуальная практика ну родил на месте просто смотри вот например летом может быть будет на москве какой-то лимуд и поездка очень дорогая но очень хочется и вот этот вопрос мне это глава объясняет что все-таки хотя бы там раз в год нужно сделать что такое такой большой подарок еврейской тусовки еврейской общине не жалея на него времени ну да я тоже считаю что оно того стоит что это проект очень хороший и с точки зрения содержания этой главы например в том числе не только в широком смысле слова да ну и в узком тоже идеи хорошие классно так что ты видишь очень практично эти жертвоприношения ребята да я хочу еще раз ободрить у кого есть вопросы Натан у нас принято вмешиваться если есть желание что-то спросить сказать пару раз вмешался у меня такой вопрос Израиль меня недавно на домашней группе спросили вот такой вопрос мне задали начинаем читать книгу Левит и известно что в третью книгу в Айкра Левит начали читать да и известно что в традиционных и ортодоксальных семьях детей начинают учить Тори с этой книги правильно нет неправильно неправильно детей начинают учить Тори с законов о возмещении ущерба что является ущербом и как его исправить то есть начинаются ну с этических вопросов в самом прикладном смысле этого слова а карбонот учатся когда-то потом или как потом 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 ну я все-таки скажу вопрос который мне задали спросили как вот в модерном обществе детям объяснить на их уровне что берутся животные расчленяются режется кровь течет и все это такое значит детям как можно позже как можно позже раз второе почему потому что они могли провести границу между сознанием человека который нуждается в священной скотобойне для для улучшения своих человеческих качеств поведения и так далее и и все то есть чтобы они могли сказать тогда и там для тех людей это было правильно возможно оно правильно вообще при соблюдении определенных условий если животное само туда идет если оно само туда не идет на это зная что его ждет ну по запаху по звукам и так далее вот если оно туда то и не тащи его а животное может само идти да у животного есть интеллект у него есть я не знаю как бы это назвать я не специалист в зоопсихологии во первых у животного есть определенный интеллект хорошо ну какой-то вот а так животное может подчиняться приказу Бога так же как и человек и если оно туда идет то какая разница оно следуется там велению собственного интеллекта или велению Бога как животное это понимает но оно на практике происходит так оно туда приходит зная что там происходит и тогда это его задача то есть она понимает что оно для этого предназначено и от этого счастливо да в известном смысле можно сказать если оно туда не идет значит не тащить а иначе я чего опасаюсь что начнут оценивать и давать оценку личности тем людям исходя из сегодняшних критериев и это будет дико да да некий анах продуктивно но это вот ситуация при которой например памятники разрушают почему а тут был рабовладелец это был вид вложений инвестиций недвижимость рабы золото там в одном ряду ну хорошо а тогда мы значит всю античность перечеркнем потому что она вся она а те рабы которые они же сами хотели быть рабовладельцами просто это не состоявшиеся рабовладельцы то есть это была норма и в рамках этой в условиях этой нормы были достигнуты определенные успехи ну не знаю там в искусстве науке спорте значит вот так пользуйся и принимай в контексте премии в котором ты живешь да а взять и сегодня ревизовать историю которая зафиксирована в ну в общечеловеческой символике там памятники там портреты это это дикость это бред это это дикарство то есть это варварство причем из того времени которое выплеснулась в это такая отрыжка историческая поэтому я опасаюсь чтобы ну чтобы дети не сделали вывод о духовном уровне предков исходя из сегодняшних предпочтений вот что чтобы они не дай бог не уподобились этим погромщикам которые памятники разрушают это просто враги враги цивилизации спасибо спасибо еще ну тут немного осталось потому что интересно когда посвящали ароны и сыновей значит правая мочка мочка правого уха правый большой палец правой руки большой палец правой ноги почему правая сторона и почему ухо палец нога слушай вот это на мой взгляд это чисто каббала но поскольку вопрос прозвучал я бы пытаюсь ответить в меру своего понимания правая сторона это дающая сторона во многих языках быть правым это быть правильным отсюда правильно тоже отсюда и правило от слова право в латышском хорошее правое это хорошее ну право хорошее по-русски справедливое вот право правило и так далее а левый как раз наоборот это потребление искажение сокрытие ложь враждебность например кстати есть предположение на мой взгляд достаточно обоснованное что единственный непарный орган да что непарный орган например сердце находящееся слева называется на иврите лев а сторона сердца это левая сторона жалев а печень это единственный единственный способ съесть печень это кошерным образом это испечь ее на открытом огне вот и печень да я пеку других способов кашеровать ее нет много загадок есть еврейских музыки я тут в португальском столько вещей вижу которые никак не объяснят еврейской культурой кроме кроме ла мапа ну ла это артикль определенный артикль женского рода единственного числа мапа это карта и ла мапа это скатерть а на иврите мапа а дон это господин дон много чего интересного там и значит то есть как бы это посвящение в какую-то правильную сторону да это усиление аспекта отдачи а отдача в нашем мире соответствует качеству богоподобности не тогда когда мы получаем а тогда когда отдаем поэтому накорми животное которое тебе принадлежит раньше чем сядешь кушать чтобы быть ему богом мошерам мошер на что сказал бог предложил мошер когда тот сказал а я не ну косноязычен как я буду говорить а говорить будет аарон а ты ему будешь богом ну вот что бог говорит а ты ему будешь богом нормально бог предлагает да какую роль мошер обейну вот такую свою да то есть ситуация при которой он отдает и приказы и отдает свои силы время ресурсы так далее возможности это ситуация богоподобия поэтому правая сторона которая соответствует отдаче она акцентируется подчеркивается это я не уверен что это мое понимание исчерпывающее но я так думаю вот правая рука ну понятно рукой человек отдает да непосредственно ухо ухо называется озен а изум это равновесие отсюда рамбам сделал вывод о том что орган равновесия изум должен находиться где в ухе все пожалуйста улитка орган равновесия действительно в ухе находится а весы называются мознаем ну потому что там от слова изум да вот гири на одной с одной стороны и вес продукта на другой стороне так мы узнаем сколько весит продукт мы знаем а уж называются узнаем поэтому правая сторона это чтобы и выслушивал благосклонно для оправдания и старался слышать хорошее и слушать хорошее то есть воспринимать хорошее а не осуждающие ну то есть оправдывающие слушать а не оправда слово тоже слово право да вот они набор и отдавал и шел направлялся к хорошему да то есть зацикленность на на том чтобы сделать хорошо а не чтобы ну концентрироваться на плохом то есть это все-таки говорит о том что коины ну они не могут жить обычной жизнью не то есть это назначены для определенной работы функции скорее миссии даже вот так видишь это есть мне кажется это есть даже не не в зависимости от родов но у каждого человека я просто последнее время размышляю что у каждого человека вот как говорят что у каждого есть своя реальность да у каждого человека есть какие-то свои личные ограничения да которые вот ну они они как-то зависят от лично человека их нельзя сказать что-то на всех распространить да то есть как будто у Бога есть своя Тора для каждого человека чуть-чуть нет Тора одна просто каждый человек в ней найдет подходящее для себя как актуальное ну это вот про сценарий там и все остальное да ну например та же та же ситуация с всесложениями дневными и ночными дневной человек ну сосредотачивается на том чтобы сделать хорошо ночной чтобы не сделать плохо потому что сделаешь хорошо еще как как сделаешь да но главное не сделать плохо но еще не видно поэтому ошибка ну не смотришь под ноги днем но в конце концов увидишь там боковым зрением что там лежит а ночью надо быть очень внимательным и дойдешь не дойдешь еще как получится но не упасть да вот поэтому дневной человек думает как сделать хорошо а ночной как не сделать плохо а похорон а вот комплексный подход это как минимум не сделать плохо как максимум сделать хорошо папа мне однажды сказал будь умным и не и не будь глупым мне сначала стало смешно а потом я понял что достаточно глубоко так потому что бывает что умная голова дураку дана и наоборот вот поэтому можно быть умным и сделать глупость и наоборот можно быть глупым вот можно быть глупым и скажем так можно не быть глупым но при этом не факт что ты будешь умным вот как можно вопрос да мы в разговоре упомянули о коэнах и мы говорили о их уровне святости и так далее нет не об уровне святости не об уровне святости а о том к какому уровню они должны стремиться они они не святы они должны быть святы это разные вещи да и в связи с этим вопрос я много лет назад прорабатывал тему о святости да то есть есть определенный уровень к которому должны стремиться коэны у левитов это уровень ниже дальше мы идем амгарец это еще ниже да что я имею ввиду у меня эта тема называлась некие концентрические круги святости да есть кадоша адашим есть кадош есть храм есть земля израиля и так далее и так далее а есть еще круги эйлера которые пересекаются да другая тема круга эйлера но мой вопрос сегодня когда у нас нету небес амигдаш у нас нету коэнов скажем так в прямом смысле слова это как-то работает или это все те как как равиц как покойный ну равиц как зельбер вот он объяснял следующим образом мы не можем ну в Таре есть требования там по отношению к коэнам левитам простым евреям мужчинам женщинам бизнесменам солдатам как мы можем выполнить семи цвуд и часто отвечают на вопрос нет ну все не выполнишь он говорит нет если Тара говорит надо выполнять семи цвуд значит надо найти способ выполнить семи цвуд если я не коэн например ну я не коэн совсем у меня мама еврейка не из коэнов вот а киона вообще по мужской линии передается а папа у меня не еврей вот но я например знаю специфические коэнские требования ну религиозные учил поэтому знаю значит если я коэна научил тому что он должен делать и как ну например я его научил благословлять коэна хороший парень добрый умный образованный не в этой области да ответственный очень я его научил как благословлять и теперь он благословляет как коэн грамотно то есть у меня заслуга в его кионе я понял скажем женщина она не обязана надевать филин с точки зрения постановления Рава Фейнштейна и запрещено ну если для кого постановление Рава Фейнштейна не руководство действует то как минимум не предписан значит женщина как она может выполнить заповедь филин она может научить ребенка мальчика как накладывать филин объяснить показать все сделать она не будет накладывать но в его филин будет ее заслуга то есть это можно сравнить допустим последняя заповедь говорит о том что каждый должен себе написать свиток так же вот простой пример сейчас я сейчас я объясню значит когда Япония напала на Америку перевес был вначале у Японии и по по уровню летчиков и так далее значит хорошие летчики Японии вылетали на задание были героями погибали и общий уровень снижался что сделали американцы они нашли самого искусного летчика американского ну ас ну большой молодец ну доказал себя ну теория практика молодец они его отзывают с фронта он там пишет письмо за письмом ребята отпустите хочу воевать я же такой молодец говорят учи обучай и через него они создали школу общий уровень подняли и оказалось ну через какое-то время что этот подход более эффективный чем чем японский он системнее там они молодцы личный героизм ну как сказать они герои они не на той стороне герои но они герои ну я это могу сказать и о немцах и о ком у любой армии есть герои они могут быть на той стороне на этой стороне но вот это действие это действие героическое да но это один уровень реализации задач тактически а есть стратегически системный вот здесь американцы у меня каждое слово в горле застревает терпеть не могу Ильханан знает вот Трампа уважаю а все остальное нет ушел вот но здесь они молодцы да это гораздо эффективнее было да молодцы молодцы они показали кто есть кто в результате вот так спасибо Исраиль я бы хотел закончить официальную часть и поблагодарить тебя и дальше можно общаться жить хочешь спасибо всегда пожалуйста субтитры Продолжение следует...